И перед тем, как отправиться в храм Сэмпо, давайте немножечко улучшим наш протез. У нас есть возможность ставить два новых улучшения. Это встроенное копье и зонд. Их я подобрал еще в прошлой серии. И нам нужно переместиться к вратам замка Асина. Бабуля все еще здесь. Именно она нам намекнула, что нам нужно посетить храм Сэмпо, чтобы найти некое священное дитя. Этих парней мы уже подслушивали. Давно не играл Секиро. Наверняка расстрелял весь скилл. Но ничего страшного. Сейчас наверстаем. И за этими вратами нас ожидает новый противник, здоровяк с колоклом. А также он еще, похоже, любит кормить собак. Но придется его немножко расстроить, убить его собак. Чтобы они не мешались. И по идее можно просто его обойти и не убивать. Но если вы все-таки хотите его убить, то как раз против него очень хорошо поможет встроенное копье. Которое, судя из описания, может срывать с рогов плохо подготовленную броню. И как раз вот эти два охранника на мосту и говорили, что они как раз пытались нацепить броню на этого здоровяка. И она очень плохо на нем держится. Вообще этот здоровяк достаточно прикольный. Он пытается нас долбануть каким-то огромным колоколом. Если его просто попытаться ударить, то, как можно видеть, мы им практически не будем наносить никакого урона. Еще он делает такой прикольный удар колоколом. Если под него подставится, то он прям накрывает. И здесь нам поможет наша копье, чтобы содрать свою броню. И теперь мы можем ему спокойно наносить хоть какой-то урон. Но вообще этот парень очень прочный. Но проще ему снять концентрацию, чем жизнь. И дает он всего лишь магнетит. То есть убивать его, в принципе, совсем не обязательно. Также здесь есть немного пороха. Здесь сломана стена. И если прыгнуть и вовремя зацепиться, то можно неплохо здесь срезать и попасть в тот самый колодец, где мы начинали игру. Но в данный момент нам нужно посетить некие картакомбы. Очередной и двурезщика. Отдыхать нам совсем не обязательно. И очередной продавец подношения. И что же он продает такого интересного? Из интересного у него можно купить кусок маски дракона, которая, как я уже говорил, не особо-то и нужна в этой игре. Я бы сказал, вообще бесполезна. И очередную бусину отчеток. И вот как раз бусину отчеток я наверняка у него и куплю. Стоит она 1400 сен. И мне нужно всего лишь 700. И здесь нам опять помогут кошельки. И больше нам пока что от него ничего не нужно. И заброшено подземелье. Очень мрачное место. Где нам неплохо поможет огонь. Вот эти ребята, они делают очень неприятные захваты. И к тому же их не так-то просто и убить. И при таких захватах лучше нажимать быстрые клавиши, чтобы быстрее его скинуть. И как можно видеть, с первого раза он не хочет умирать. Видать, эти парни тоже каким-то образом обладают некой формой бессмертия. Хоть и не постоянно. И скорее всего это связано именно с тем, что над этими парнями здесь ставили опыты. И они дают успокаивающие средства. И скорее всего эти опыты были как-то связаны с водами молодости. О которых мы уже слышали. Которые дают чуть ли не бессмертие. Ну, по крайней мере, если пить воды молодости, то этого человека будет очень сложно убить. Но, скорее всего, это также несет какие-то побочные последствия. Записка пленника. Записка, найденная рядом с трупом в заброшенном подземелье. Допустим, что ароматный камень хранится под землями Асина. Но что имеется в виду подброситься? Этого в Фолианте не разъяснялось. Удалось ли им достичь дворца первоисточника? Хотел бы я это знать. Но, похоже, моему желанию не дано осуществиться. Это Катара, прости меня. Тут же меня атакует большое количество. Похоже, эта записка принадлежит вот этому парню. А это что-то типа импровизированной тюрьмы. Где держали вот этих вот несчастных подопытных. И если использовать на них огонь, то этих парней можно будет убивать с первого раза. И здесь у нас очередной NPC. Анатолий. Сосут Será Окровавленное письмо лекаре. Потертое запачканное письмо, написанное Досаку, лекарем из заброшенного подземелья. Требуется один крепкий человек, предпочтительно опытный самурай или дюжий воин, вроде солдат из отряда Таро. Его нужно доставить в целости, до Саква. И, как можно понять, это очень подозрительный NPC. Его вся одежда пропитана кровью. И, явно, он здесь занимается чем-то не очень лицеприятным. Кругом можно видеть огромное количество мух и разлагающиеся трупы. Похоже, именно он проводит некие эксперименты, связанными с водами молодостями. И он хочет, чтобы именно мы доставили некого очередного, в кавычках, добровольца для него. Красный сгусток. Круглый красный сгусток накладывает статус «Красные глаза», устойчивость к прерыванию атак, но делает невозможным воскрешение. Такой сгусток остается после тех, кто в жизни не смог достичь желаемого. На ощупь кажется, что он немного теплый и даже слегка пульсирует в руках. И здесь у нас два пути – идти дальше, либо развернуться и обследовать вот эту часть подземелья. Здесь у нас немножко масла. И также есть не очень заметный проход, который можно упустить. Последний укус. Какой мы уже подбирали. Назойливые тараканы. И здесь некий постамент. Рушащаяся башня для подношений. Здесь покоятся вассалы клана Асина, казненные после Большого Восстания. Добретут их души покой. И похоже, что у Асина было некогда какое-то восстание. И мы можем видеть опять этого шамана, которого мы уже видели. Но при этом были с другой стороны этой пещеры. Здесь у нас шар воскрешения. И если спуститься здесь немного ниже, то можно найти еще успокаивающее средство. Как я уже говорил, лучше сейчас с этим парнем мне не связываться. Вернемся к нему позже. Можно видеть клетки, в которых, похоже, держали заключенных. Железо. И здесь нам предстоит немного поплавать. Вообще, я на вашем месте бы запоминал все места, где есть вода. Дело в том, что когда у нас появится возможность нырять, нам придется опять вспоминать, где была вода, чтобы во всех этих местах понырять. И найти много чего интересного. Короче, средство. Очередной глухой самурай. Кошелек. Корох. И больше, в принципе, ничего интересного. Здесь лучше плыть как можно быстрее, потому что эти воды не совсем безопасны. Здесь плавают очень злые рыбы, а также не очень добрые самураи. Надо было его подтолкнуть на корм пираньям. Вон они плавают. Лучше к ним не спускаться. Хотя и снимают они не так уж и много жизней. Здесь можно видеть большое количество неких статуй. И, похоже, это статуи Будды. И здесь у нас лифт. И, как ни странно, здесь нет никакого секрета с лифтом. Даже не верится, что Фромы не сделали никакого секрета с лифтом. И это, по-моему, чуть ли не единственный вообще лифт в игре. Если мне не изменять память. Эти бочки очень прочные. Их невозможно сломать. Так. И вот, это легкая. Очень-hui, что-то наехали к нам. Но... этого года, когда-то произошло, не было, Но, на самом деле, все, тренки на пути, как-то, все, как-то, иди. И, я не знаю. И кто-то нам дает предостережение, что нам не стоит идти дальше. Так как монахи храма Сэмпа изменили свою веру и больше не почитают Будду. И если проводить аналогию, то вся эта история с храмом Сэмпа и его обитателями очень сильно напоминает церковь исцеления из Бладборн. Кто играл, если вы помните, церковь исцеления также проводила опыты. Только там были не воды молодости. И кому интересно, можете посмотреть мое прохождение Бладборн. И кто-то... И костяков, иди костяков, иди костяков, иди костяков. Вы как бы это сделали? Почему вы спрашиваете? Вы не оставили все эти дожди Миня... Миня... ...миня... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь есть еще одно очень интересное место Шартухов Леденец Но пока мы здесь ничего не можем сделать, так как у нас нет особой техники Чтобы задержать этот воздушный змей Стоит нам отпустить рычаг и он возвращается обратно Конечно же нашему главному герою не приходит в голову, чтобы подставить какую-то палку Но главное, опустим эти моменты И вернемся сюда после того, как завладеем нужной нам техникой Можно заметить, как резко изменилась картинка Как будто бы вообще резко изменилось время года И здесь у нас ходят монахи и начитывают некие молитвы Ну вот как-то я неудачно упал Они достаточно простые, но при этом дают Не слабо, так опыта По 87 единиц Но нужно быть осторожным Хоть они и не сложные Но и здесь Очень большое количество Вот монахи с посохами немного попроблемней Можно, конечно, попытаться пройти это место по стелсу Но это достаточно геморройно на самом деле Но я все-таки попробую это сделать Так Похоже, эти ребята что-то заподозрили Либо просто решили немножко прогуляться Ходят они группами И вырезать их не так-то и просто Хотя они такие же глухие и тупые Как и большинство самураев в этой игре Но все-таки они заметили Что произошло что-то не то Вкинуть с обрыва здесь не так-то и просто Они охранялись всего лишь шар трофеев Это место достаточно обширно Но и в то же время густо населено Лучше всех их обойти по краю Так, и у меня закончился леденец Давайте используем еще один На всякий случай Так будет проще остаться незамеченным Это как бы центральный вход Но он заперт И можно видеть огромное количество монахов В принципе можно на них положить большой болт И продвигаться дальше Хотя и опыта они дают немало Ну ладно, может быть они рассосутся Я тем временем соберу здесь то все, что плохо лежит Перед тем, как придвигаться дальше Это тяжелый кошелек Отсюда можно видеть Само место, откуда я пришел Здесь внизу еще кое-что лежит Порошок противоядия Легкий кошелек Еще порошок противоядия И в этом лесу можно найти Вот такие вот трупы Уже разложившиеся И можно видеть, что у них связаны руки Скорее всего, это очередные жертвы экспериментов Обитатели храма Сэмпо Двоих успел А с третьим придется немножко побиться С одним это не проблема У меня уже целых 7 единиц навыков Надо бы их куда-нибудь потратить Но сделаю это В следующий раз Возле идолорезчика Нет, похоже был последний Идиниц ака И похоже, что я собрал все, что можно было В этой локации Врата мы открыть не можем Но можем пробраться через чердак И можно видеть, что все статуи Которым когда-то поклонялись В этом храме Теперь заброшены И покрыты Паутиной Каракан только раздражает Кстати, они дают по 15 опытов В принципе, убивать их не так уж и плохо Удивительно, как он меня заметил Здесь можно видеть, как монахи молятся Вместе с их наставником Но здесь не все так просто За алтарем здесь сидит здоровяк Лучший в первую очередь Кусок воска Очень, на самом деле, достаточно редкий материал Для апгрейда И теперь давайте вырежем этих монахов И заберем семечко тыквы Будьте осторожны Лучше близко не стоять к этому парню Лучше вообще убежать И не пытаться его убить Потому что убить его невозможно Он будет постоянно воскрешаться Давайте продемонстрируем Сколько же этих тараканов здесь И вот он опять в строю К тому же блюет какими-то пиятами И тараканами И похоже, именно это некий побочный эффект Вот молодости Здесь мы можем видеть старую знакомую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И бабуля рассказывает про некие два змеиных фрукта И ей нужен некий рис от божественного дитя И эти статуэтки очень сильно напоминают статуэтки Дзидзо Возможно, это именно они и есть Здесь можно залезть на вот это огромное дерево И чтобы перепрыгнуть туда Нужно как раз поднять Вон тот воздушный змей Слушайте, монахи очень сильно увлечены своими молитвами Что даже не видят, что у них творится перед их носом Сорвал я смертельный удар Очередная порция связанных трупов Единец Сунга И, как ни странно, здесь можно встретить Разбойников Что они здесь делают, не совсем понятно Возможно, пришли поживиться Какими-то достопримечательностями Но тогда непонятно, почему вот эти парни Их все еще не прикончили Очень вредные противники С которыми лучше вообще не связываться Если они вас заметили, лучше вообще свалить Но если все-таки у вас есть желание испытать свои силы То можете попробовать с ними побороться Но даже я себе не советую этого делать Потому что до Идола Речика достаточно далеко Лучше пока свалить Дойти до следующего Идола Если что, потом вернуться Здесь я вроде как все уже собрал Возможно, что-то еще осталось на крыше Но, по-моему, на крыше ничего нет Да Да, эти ребята защищают мост Который и так разрушен Но мост нам и не нужен Он уже сразу перепрыгнуть Сюда И зайти в эту пещеру У них нет возможности туда запрыгнуть Поэтому Последовать они нас не могут А здесь как раз у нас Идол Речика И можно со спокойной совестью отдохнуть И немножко поизучать навыков Давайте я изучу лекарство Эммы И оставлю еще 4 навыка Чтобы в следующий раз улучшить лекарство Эммы Еще раз Чтобы повысить эффективность наших лечебных бутылочек Дает пассивный навык лекарства Эммы Вкус Усиливает эффекты лечебных предметов Эмма давным-давно научила Этой технике Речика Запомнив вкус лекарства Вы сможете применять его эффективнее Стоит учитывать, что более вкусным Само лекарство от этого не станет Здесь у нас есть 2 варианта Это сходить вот сюда вниз Главное не сорваться Так Длинный осколок И у него можно купить некий полезный предмет Это хурма А также можно еще купить у него пятицветный рис Который в принципе нафиг не нужен Это бутыль с пятицветным рисом Который синоби помечают важные места Рассыпая его на земле Бутыль изготовлена из белой тыквы Она пополняется при отдыхе у идола-резчика Сам рис в ней, однако, не съедобен И этот рис, и эта бутылочка нужна, чтобы помечать себе путь Вот этими вот рисинами Чтобы, например, не заплудиться где-то Ну, я даже не могу представить, где это можно использовать в секире Как и в случае с Dark Souls Где я использую эти самоцветы Эта бутылка абсолютно бесполезна Так, и вниз нам не нужно Нам нужно наверх Шар духов Здесь у нас небольшая засада И эти карлики не такие уж и простые Как мог показаться на первый взгляд Лучшие Против них Поставить топорик Что я могу из-за меня отравить? Давай выходить за дерево Давай выходить за дерево К сожалению, у этих парней шапки разбить нельзя Так, и здесь у нас еще их несколько штук Самое лучшее, конечно, это их убивать спину Кстати, они неплохо горят И это даже лучше, чем использовать топор Здесь у нас еще один карлик наверху И с ним можно немножко схитрить Сделав ему такой вот смертельный удар Так, что у нас здесь еще есть? Одна эмблема духа И прекрасный вид на горы Вдалеке можно увидеть предмет До которого не так-то и просто и добраться Но на самом деле добраться можно Главное, что нужно, это вовремя зацепиться Ну, с попытки, наверное, восьмой у меня получилось Я уже тут использовал все бутылки Но все-таки я отсюда запрыгнул Здесь у нас тяжелый кошелек На самом деле сюда можно было пройти И другим, более легальным способом Как раз сейчас этим способом я отсюда буду выбираться Навалились на голову ящерицы Здесь у нас белая вертушка Небольшая вертушка из белой бумаги Найденная под утесом горы Конго Возможно, ее занесло туда ветром Это просто чисто белая вертушка Только ребенок здесь Как раз именно эта вертушка И нужна тому самому плачущему здоровяку Блин, очень быстро отравляют Здесь у нас есть кое-что интересное Такие вот новые противники Похожие на росомах Обезьянье вино Алкогольный напиток Образующийся в пустых дуплах деревьев Иногда случается, что фрукты Спрятанные обезьянами в дуплах деревьев Бродят и их сок превращается в саке Это дикая саке Нещадно жжет горло Но некоторые умудряются не только распробовать Но и пристраститься к его своеобразному вкусу Это очередная алкашка При помощи которой можно получить немножко лора Если споить эму Либо резчика Либо в будущем даже эссина Черный порох Здесь можно видеть Вот такой вот трафарет Который приведет к очень Нежданному проходу Туда на самом деле Можно было пройти еще в самом начале игры Тайный путь Синоби ведет к демоническому колоколу Я просто покажу, куда он ведет Не более того Потому что здесь Нас сейчас встретит безголовое чудовище Которого в данный момент очень проблематично завалить Вот он, где-то он здесь гуляет безголовый В общем, это ведет на окраина Айсена К ту самую пещеру, которую я смотрел в самом начале И говорил, что туда я спускаться не буду Потому что там гуляет безголовый демон В общем, я туда не приду Там очень страшно И небезопасно Таким вот образом мы могли уже В самом начале добраться до демонического колокола Но все равно бы мы не прошли дальше Так как вот эти врата были заперты с другой стороны Но путь к демоническому колоколу мы бы открыли Также здесь у нас еще Очередной идол резчика И демонический колокол Позвонив в который Можно немножко усложнить себе игру Но при этом вы будете получать больше опыта Больше сцен, по-моему И у вас увеличится шанс дропа Это что-то подобие Ковенанта чемпионов из Dark Souls 2 Если кто играл, помнит То есть его нужно применять в основном для того Что если вы хотите что-то пофармить Хотя в секира фармить не так уж и много чего вам и нужно Но иногда приходится в основном это материалы для апгрейдов И либо конфетти Мы получаем вот такой демон колокола Значок, такой красный значок под нашей строкой жизни Но в любой момент можно от него избавиться Просто зайдя в инвентарь И использовав его Нож и больше нет Как-то вот так вот Здесь также можно отдохнуть И насколько я помню Так просто отсюда уже Не вернуться назад И нужно будет использовать идол резчика Нам нужно как-то пробраться на этот мост Я не вижу способов здесь перепрыгнуть И это явно невозможно Быстрее будет переместиться Так И И у меня появилось пятое очко навыков И теперь я могу улучшить лекарство МА еще раз И придется немножко Пробежать то самое место Где мы уже были Но можно сделать это вот достаточно быстро И обижать среди карликов Туда мы прыгать дальше не будем И давайте сейчас ходим вот сюда Здесь тоже есть вертушки Но здесь не белая вертушка А красно-белая вертушка Небольшая вертушка Из красной и белой бумаги Найдена на склоне горы Конго Такие вертушки просто вращаются И всегда здесь Здесь у нас обрыв И эту вертушку тоже можно отдать Тому самому здоровяку И Как раз Именно вот с этого места Можно попасть В то место Куда я попал Прыгая через обрыв Но вот здесь Это можно сделать более легально И сильно не заморачиваясь Так как я там уже был У меня уже нет смысла туда идти А здесь нам предстоит Сражение Воин в доспехах Прошедший прямиком Похожий из Дарк Соулс Которого не так-то просто и убить Достаточно эффективно сносит ему Концентрацию Топор Как можно видеть Жизнь у него вообще не снимается И И поможет даже Копье Доспехи на нем сидят Очень хорошо Такой вот серии атаки Он делает сильную атаку За это и можно его наказывать В принципе можно даже пытаться его парировать Удары у него очень тяжеловесные Если Западать в тайминг То строка концентрация будет заполняться И кстати на этот выпад можно делать Никири Самая большая проблема это то что Его не так-то просто убить Да Надо понять Его убивать нужно хитро А именно Его необходимо сбрасывать Может что-то никак у меня не получается От него вернуться И похоже что с первого захода Он не получится даже его убить И как раз когда он так встает на колени Нужно Сделать толчок И скинуть его Либо с этого балкона Либо В дыру которую он же и сделал Если не получается этого сделать То он неплохо восстанавливается Концентрацию Нужно начинать Ну не с самого начала Но Наслышно много Это придется удолвить Оу Но блин Вместо того что скинуть его Я скинулся сам варвар мусска но то что у кого-то уйти и промазал весны ки Так, парень, уже подготовить балкон. И мы получаем очередной бусину отчеток, третью по счету. А также навык. Дыхание природы тень. Пассивный навык, восстанавливающий концентрацию при успешном выполнении смертельного удара. Синоби должен быть готов биться в одиночку против многих. Убив врага, следует выдохнуть, изгоняя из себя всяческое сожаление и укрепляя себя, чтобы восстановить концентрацию. Чем опаснее были противники, тем ценнее передышка. И что можно вообще сказать об этом рыцаре, что он здесь вообще делал, и почему в конце он кричал «Роберт». И если мы откроем описание петард, которые мы уже читали, то можем здесь прочитать инструмент для протеза с петардами Роберта. И если вы вспомните, мы когда-то читали инструмент вот эти вот петарды. К сожалению, здесь уже нет этого лора, но здесь упоминается, что это петарды Роберта. И раньше, перед тем, как мы вставили протез эти петарды, можно было прочитать писание, что Роберт – это был ребенок, который был, похоже, чем-то неизлечимо болен. Его отец наверняка не просто так прибыл в эти земли. Явно он не местный, судя по его доспеху, для того, чтобы добыть для Роберта некое лекарство, так как он разузнал наверняка, что монахи храма Сэмпо промышляют некоторым лекарством и взвод молодости, которое может каким-то образом вылечить его сына. И я думаю, нам пора сгонять в разрушенный храм. Продолжение следует...